Привет! Что читаете? Сегодня дежурное почтение я, Ткачун Юлия, и расскажу о новинке фонда Дворца книги «Автостопом по галактике». «Автостопом по галактике» или «Путеводействие для путешествующих по галактике автостопом» — это юмористический фантастический роман английского писателя Дугласа Адамса, первая книга из серии. Дугласа Адамса называют суперзвездой англоязычной нон-карфамистской фантастики. Это блестящий, веселый, ироничный писатель. Он работал сценаристом кинофильмов и телесериалов, а также закадрован советчиком знаменитой комик-группы «Монти Пайтон». Идея этой книги возникла у Адамса во время путешествий по Европе автостопом. Первоначально история воплотилась в виде радиопостановки для BBC Radio, премьера которой состоялась 8 марта 1978 года. После выхода последней серии постановки Дуглас Адамс получил предложение сразу от двух издательств, о публикации путеводителя в виде художественного произведения. Роман был опубликован в 1979 году, и в первые же три месяца было продано 250 тысяч экземпляров. Он занял первое место в списке бестселлеров и в последующие годы неоднократно попадал в списки лучших книг. В 2005 году, уже после смерти Адамса, роман был экранизирован. Путеводитель вольного странника. Далеко-далеко в незамеченных картографами складках давно вышедшего из моды западного спирального рукава галактики затерялась крохотная, никому не интересная желтая звезда. Вокруг нее, на расстоянии примерно 98 миллионов миль, обращается ничтожно-зеленая голубая планетка, обитатели которой все еще очень похожи на своих предков-обезьян. Достаточно сказать, что электронные часы до сих пор считаются у них чудом техники. У этой планеты есть, вернее, была одна проблема. Большинство живущих на ней людей только и делали, что страдали, так как не находили в жизни счастья. Рождалось множество решений, но почти все они сводились к перераспределению маленьких зеленых клочков бумаги. Что само по себе весьма странно, так как кто-то, а маленькие зеленые клочки бумаги никаких страданий не испытывали, ибо счастья не искали. Решение все никак не находилось, и планета полнилась озлобленными людьми, для большинства из которых ощущение несчастья было постоянным, и даже электронные часы не скрашивали им жизнь. Постепенно распространялось и крепло убеждение, что все несчастья пошли с того, как люди спустились с деревьев на землю. А кое-кто даже полагал, что ошибка была совершена еще раньше. С деревьями тоже нечего было связываться. И вообще незачем было вылезать из океана. И вот, как-то в четверг после дождя, спустя почти две тысячи лет после того, как одного человека приколотили гвоздями к дереву за то, что он призывал хотя бы иногда, просто для разнообразия, относиться друг к другу по-хорошему, некая девушка, сидя в одиночестве за столиком маленького кафе в Рикман-сворте, вдруг додумалась. В чем была вся загвоздка, и каким образом мир все-таки можно сделать обителью счастья и покоя? На сей раз дело в шляпе. Все непременно получится. И никаких гвоздей и приколачиваний живых людей к деревьям и прочим предметам. К сожалению, не успела она дойти до телефона, чтобы поделиться с кем-нибудь своим открытием. Произошла чудовищно нелепая катастрофа. И решение было навсегда потеряно. Впрочем, история, которую я собираюсь вам поведать, не о девушке. Это история о чудовищно нелепой катастрофе и некоторых ее последствиях. Также это история о книге. На книге под названием «Автостопом по галактике. Путеводитель вольного странника». В обиходе именуемый просто «Путеводитель». Книге, написанной не на Земле, никогда на Земле не опубликовавшейся и до катастрофы не известной ни одному землянину. Тем не менее, это замечательная книга. Пожалуй, это самое замечательное из всех изданий грандиозной издательской корпорации «Малой медведицы». Также не известной ни одному землянину. Книга пользуется огромным спросом, оставив далеко позади межзвездный сборник советов по домоводству. Раскупается гораздо быстрее, чем еще 53 способа скоротать время в невесомости. И вызывает еще больше споров и толков, чем философская трилогия «Где Господь сбился с пути?» «Основные ошибки Господа Бога». И да кто он такой, в конце концов, этот Господь Бог? В просвещенных и расслабленных цивилизациях внешнего восточного кольца галактики путеводитель вытеснил даже великую, большую галактическую энциклопедию в качестве общепризнанного кладезя мудрости и знаний. Ибо, несмотря на обилие пропусков и вопиюще искаженной, а то и просто-напросто апокрифической информации, путеводитель обладает двумя важнейшими преимуществами перед энциклопедией. Во-первых, он дешевле. Во-вторых, на титульном листе крупными буквами выведены сакраментальные слова «Не паникуй». Но история о том чудовищно нелепом четверге, его удивительных последствиях и о роли, которые сыграла во всем этом вышеназванная замечательная книга. Так вот, эта история начинается довольно банально. Она начинается с дома. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Романы серии «Автостопом по галактике» — это абсолютно многогранные произведения. Они одновременно являются чертовски простыми представителями фантастики с обязательными инопланетянами, иными планетами, путешествиями в прошлое и будущее. И все это присыпано тонким британским юмором. И в то же время это сложные конструкции, где в форме сатиры с нами говорят о Боге, о месте человека во Вселенной и вывернут наизнанку человеческие пороки. Это было искрометно, смешно, интересо, приправлено невозможными возможностями. Книга легкая, приятная, раскрывающая перед читателем безграничную Вселенную. В этом мире нет ничего невозможного. Вы можете перемещаться во времени, во Вселенных, прыгнуть по планетам и многое-многое другое. Необыкновенно динамичная, захватывающая книга, в которой наш мир отражается, как в прямом зеркале. Бюрократы, богемы, обыватели, словно парад карикатур, они проходят перед глазами читателя. Сарказм автора безграничен и при этом не оставляет ощущения повтора. Приключения веселые, герои харизматичные. История лихо закручивается по ходу сюжета. Вы успеете прыгнуть в прошлое, в другие Вселенные, познакомиться со всеми странностями этих Вселенных и наконец понять, что возможно абсолютно все, но от судьбы не уйдешь. Многогранность и цикличность завораживают. Вы уже перестаете чему бы то ни было удивляться и просто покачиваетесь на волнах времени и пространства с героями повествования. Но не тут-то было. Вы сталкиваетесь с судьбой лоб в лоб и начинаете верить, что как бы вы не убегали, не искали лазеек, но то, что должно с вами произойти, произойдет. В любой точке Вселенной, времени и пространства, рано или поздно, вы свою судьбу встретитесь и никуда от нее не денетесь. Глава первая. Дом стоял на небольшой возвышенности на самом краю поселка. Он был ничем не примечателен. Построенный лет 30 назад, кирпичный, маленький, невзрачный, с четырьмя окнами на фасаде. Словом, один из тех, от которых тут же хочется отвести взгляд. Единственным человеком, полюбившим это чахлое строение, был Артур Дент. Да и то лишь потому, что жил в нем. Жил уже три года с тех пор, как уехал из Лондона. Лондон был вреден для его нервной системы. От роду Артуру было столько же, сколько и дому. Около 30. Высокий, темноволосый, он вечно был не в ладах самим собой. Заботило его больше всего то, что люди постоянно приставали к нему с расспросами. Почему это у него такой озадаченный вид? Он работал на местной радиостанции, что, как твердил Артур своим знакомым, гораздо интереснее, чем все думали. И был совершенно прав. Большинство его знакомых работали в рекламе. В среду ночью лил дождь. Лужайка раскисла и потекла. Но на следующее утро облака разошлись. И солнце ярко осветило дом Артура Дента. Как выяснилось, в последний раз. Артур все еще был невдомек, что муниципалитет принял решение снести его дом. И проложить на этом месте скоростное шоссе. В четверг, в восемь часов утра, Артур чувствовал себя далеко не блестяще. Но он едва разлепил веки, с трудом обошел комнату, открыл окно, увидел бульдозер. Нашел тапочки и поплелся в ванную. Склонившись над раковиной, Артур машинально почистил зубы. Выпрямился. Зеркало для бритья отражало потолок. Поправил зеркало. И на секунду через окно в ванной оно отразило второй бульдозер. Установленное правильно оно отразило щетину на лице Артура Дента. Артур побрелся, плеснул в лицо водой, вытерся и зашлепал на кухню. Чайник, розетка, холодильник, молоко, кофе. Ух, зевок. На какой-то миг в поисках ассоциативных связей в голове всплыло слово «бульдозер». Бульдозер за окном кухни казался громадным. Артур тупо уставился на него. «Желтый!» – подумал он и побрел в спальню одеваться. Проходя мимо ванной, он остановился и выпил стакан воды, потом еще один. «Похмелье?» – мелькнула мысль. «Откуда похмелье?» «Он что, пил вчера вечером?» «Вероятно, пил», – пришел к выводу Артур и тут же заметил в зеркале какое-то движение. «Желтый!» – подумал он и вернулся в спальню. «Пивная!» «О боже, пивная!» Артур смутно припомнил злость, которую испытывал по поводу чего? Факт того, что это что-то его весьма раздражало. Он рассказывал об этом окружающем долго и пространно. И самым отчетливым воспоминанием были остекленелые лица слушателей. Что-то там о новом шоссе. Артур взглянул на себя в зеркало шкафа и высунул язык. «Желтый!» – подумал он. Слово «желтый» всплыло в поисках ассоциативных связей. Пятнадцатью секундами позже он оказался на дворе и плюхнулся на землю перед большим желтым бульдозером, который надвигался на его сад. Мистер Эл Проссер был, как принято говорить, всего лишь человеком. Иными словами, основанный на углероде двуногой формой жизни, ведущей свое начало от обезьяны. Выражаясь конкретнее, это был сорокалетний, преждевременно располневший неоднократно битой жизнью муниципальный служащий. Любопытный факт, известный мистеру Проссеру. Он являлся прямым потомком Чингисхана, хотя промежуточные поколения так исказили гены, что в нем не сохранилось никаких монголоидных черт. От могущественного предка осталась лишь склонность к маленьким меховым шапочкам. Мистер Проссер никоим образом не был великим воином. Напротив, то был очень нервный, а вечно чем-то озабоченный человек. Сегодня он нервничал и хлопотал как никогда, потому что работа совсем не клеилась. А заключалась его работа в том, чтобы до конца дня убрать с дороги дом Артура Дента. — Бросьте, мистер Дент! — уныло бубнил мистер Проссер. Вы ничего не добьетесь. Нельзя же лежать перед бульдозером до бесконечности. Он многое бы дал, чтобы глаза его гневно вспыхнули, но те наотрез отказывались загораться. Артур лежал в грязи и строил рожицы. — Боюсь, вам придется смириться, — продолжал мистер Проссер, смяв свою меховую шапку и возя ею по макушке. — Шоссе должно быть построено, и оно будет построено. — Это почему же? — выпросил Артур. Мистер Проссер угрожающе потряс пальцем, потом замер в нерешительности и отвел руку. То есть, как почему? Это шоссе. Разве можно без шоссе? Шоссе — это такая штука, которая дает возможность одним индивидам мчаться, сломя голову из точки А в точку Б, в то время как другие могут, сломя голову, мчаться из точки Б в точку А. Живущие в точке В, расположенной прямо посередине, нередко задают себе вопрос. Чем же так замечательно точка А, если туда рвутся толпы из точки Б? И почему других сводит с ума точка Б? Они частенько мечтают, чтобы люди раз и навсегда решили жить и работать там, черт побери, где им действительно хочет. В центре сюжета романа — приключение невезучего англичанина Артура Дента. Вместе со своим другом Фордом он забегает к гибели при разрушении Земли расы пришельцев-бюрократов. Форд тоже оказывается непланетянином. Его родственник Зафорд спасает героев в открытом космосе. На его космическом корабле также находятся депрессивный робот Марвин и девушка Триллиан — последний представитель земной расы, кроме Артура. Вместе герои ищут легендарную планету Магратея и основной вопрос к основному ответу. Отправиться в увлекательное путешествие по галактике можно, прочитав эту книгу, а найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Дуглас Адамса? Делитесь в комментариях. Делитесь в комментариях.